Здравствуйте! Это программа Вести интервью. И сегодня мой гость, главный государственный жилищный инспектор по Чувашской Республике Виктор Владимирович Кочетков. Виктор Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Не так давно Андрей Чибис, выступая на одном из совещаний, сказал о том, что нашим управляющим компаниям не хватает сервиса. Все-таки уровень комфортного взаимоотношения с жильцами пока оставляет жевать лучшего. Вы с этим согласны? Вот в нашей республике прослеживается такая тенденция? В России был разработан проект постановления правительства Российской Федерации, согласно которому предлагается внедрить стандарт качества сервиса управляющей компанией, соблюдение которого станет, в принципе, лицензионным требованием. Например, время локализации повреждений на внутридомовых инженерных сетях предлагается ограничить 30 минутами. Для устранения засоров будет предоставляться 2 часа. Также каждая управляющая компания должна будет организовать круглосуточную работу в аварийной диспетчке служб. Время дозвона в эту службу должна составлять не более 5 минут. В противном случае, то есть аварийная диспетчка службы должна быть обеспечена обратной связью, либо все-таки управляющая компания должна будет предусмотреть техническую возможность приема заявок путем оставления голосового сообщения или оформления заявки на электронную почту. Ну и еще можно отметить, одни из таких сервисов, наиболее которые будут востребованы, это то, что сейчас, обращаясь в заявку в управляющую компанию, то есть мы получаем ответ, что доходите дома в течение первой половины дня, и к вам придается специалист. Теперь уже каждый житель может быть назначен конкретное время, и специалист управляющей компании, ну, будь то электрик, сантехник этот, должен прийти в точно конкретно назначенное время. То есть это уже прямо вот в ближайшей перспективе все должно быть внедрено? Ну, мы ожидаем, что все-таки это в ближайшей перспективе, все-таки как бы в ближайшее время это будет постановление утверждено, и уже мы приступим к его реализации, а с нашей стороны и контролю за соблюдением управляющих компаний. Правильно ли я понимаю, что госинспекция, она контролирует в том числе и правильность начисления платы за жилищно-коммунальные услуги? Каждый человек, оплачивая из своего бюджета денежные средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги, хочет, чтобы эта плата соответствовала реалиям и была произведена в соответствии с действующим законодательством. Да, конечно, мы проводим проверки правильности начисления платы, но все проверки мы проводим в рамках все-таки соблюдения 59-го федерального закона. Как вы сами понимаете, что этим законом предусмотрен, утвержден порядок рассмотрения обращений граждан, то есть для того, чтобы у нас были основания для проведения контрольно-надзорных мероприятий, у нас должно быть обращение. Обращение может быть и оформлено в письменной форме, отправлено по почтовому отправлению, либо заявление может оформиться у нас, любой житель может прийти оформить заявление, либо все-таки может наиболее сейчас распространенный способ это отправление заявления посредством электронной почты. А все-таки, когда проверка проводится, чаще в вашей практике правы оказываются жильцы или управляющие компании? Ну, так однозначно разделить нельзя, то есть в различные периоды у нас бывают и подтверждения, но, как правило, в процентах 60 у нас все-таки выявляются факты нарушения. Капремонт домов – тоже тема достаточно такая актуальная и горячая. В первое время сборы за капремонт были в республике, по-моему, достаточно такие низкие. Вот сейчас как обстоят дела? Охотно ли все-таки жители нашей республики соглашаются с требованием платить за капремонт? Кто лучше платит? Крупные города, районы? Если говорить, в настоящее время процент сбора по счету регионального оператора, то есть так называемого общего котла, у нас находится на уровне 91%. То есть, ну, конечно, и с лидерами городов, конечно, являются Чебоксары и Новочебоксарск. То есть в Чебоксарах процент сбора достигает 97%, но это и за расчеты последних 10 месяцев по Новочебоксарску – 91%. Чуть-чуть у нас есть отставание по городу Канашу, там 86%, в Шумерле – 80,76% у нас в городе Алатарь. Из районов у нас стабильный Парецкий район, Аликовский район, Чебоксарский район, там той же градации за прошлые периоды сейчас находятся на уровне от 75% до 85%. Очень сильно подтянулись в этом году у нас, получается, Шумерлинский район и Ядринский. А как вы думаете, за счет чего подтянулись? Все-таки за счет того, что санкции применяются к неплательщикам или за счет того, что люди видят, что капремонт все-таки проводится? Ну, тут как бы все-таки несколько факторов. В первую очередь, отношение людей меняется к капитальному ремонту. Это и в связи с выполнением работы, то, что они могут уже воочию видеть. И все-таки уже принятие, то, что все-таки обязанность, она есть. И она как бы у нас неизбежна. То есть оплачивать капитальный ремонт надо все-таки. Это вложение в то недвижимое имущество, которое мы имеем. Если говорить о программах, которые у нас проводятся, то есть в этом году у нас тоже была утверждена каткрасочная программа. В нее было включено 273 многоквартирных дома. Но сейчас, в октябре, произошла небольшая актуализация. Были внесены изменения. 9 многоквартирных домов были исключены из данной краткрасочной программы. В связи с тем, что все-таки по тем видам работ, которые были запланированы, работы уже были проведены либо в рамках текущего ремонта, либо по инициативе собственников в предыдущие периоды. Но были добавлены 21 многоквартирный дом, в которых будет проведена работа по замене лифтов. Вот смотрите, часто возникают такие вопросы, и слышали мы обращения жителей нашей республики, что они не видят свой дом в программе капремонта на ближайшую перспективу. Понятно, что хочется, если ты видишь, что у тебя трещина или еще что-то, чтобы твой дом отремонтировали. Все-таки здесь важна инициатива жильцов. Можно ли как-то все-таки доказать, что твой дом достоин капремонта? Либо нужно в этом случае только ждать? Тут, конечно, инициатива собственников может являться правомерной. И, конечно, у них есть такая возможность. Как вы сами понимаете, долгосрочная программа была разработана, но на каждый год у нас утверждается краткрасочный план. То есть в каждом городе, в районе, в органах местного управления сформирована соответствующая комиссия, которая определяет тот перечень домов на квартирах, которые будут включены как посрочную программу. Но собственники могут проявить инициативу. То есть в первую очередь существует у нас порядок установления необходимости проведения капитального ремонта, который тоже у нас утвержден постановлением Кабинета министров. В соответствии с этим постановлением жильцы имеют право перенести сроки капитального ремонта на более ранний период. Но надо учитывать, что там есть определенный перечень документов, которые необходимо предоставить. Список утвержден. Это есть необходимость предоставить акт мониторинга технического состояния, который осуществляет государственная жилищная инспекция. То есть за этим актом могут обратиться как сами собственники, так и управляющие организации. Плюс должны предоставить акты осмотров технического состояния конструктивных элементов, которые проводят управляющие компании, так называемые дефектные ведомости. Оформляются по результатам осенних и весенних осмотров. Должны предоставить справку из учреждения технической инвентаризации о фактическом и физическом износе. То есть конструктивных элементов дома. И самое главное, конечно, должен быть протокол общего собрания, в соответствии с которым собственники утверждают необходимость проведения капитального ремонта. То есть на определенный год. Также утверждается перечень работы по капитальному ремонту, объемы работ. А были ли прецеденты, что действительно жилицы смогли перенести сроки? Да, конечно. Ни один случай был, когда собственники соответствующий пакет документов собирали и принимал все-таки решение включить данный дом в красношечный план. Мы помним всю историю дома номер 9 по улице Петрова, когда все-таки по кладке пошла трещина, часть стены была разрушена. Сейчас здания этого нет, на его месте строится новое. Но после этого инцидента все-таки похожие здания со схожими проблемами были изучены и взяты на контроль. Вот сейчас такой мониторинг, он все-таки ведется. Есть ли какие-то здания, скажем так, в зоне риска? Ну да, этот печальный случай у нас с домом 9 по улице Петрова, действительно, он у нас имел факт такой быть. Да, действительно, там произошло обрушение кирпичной кладки, в связи с чем возникла угроза жизни и здоровья для жильцов, которые там проживали. Да, действительно, у нас это не первый случай. То есть мы, наверное, помним, что у нас и в поселке Новый Лапсары тоже произошла часть обрушения конструкции. В зону, конечно, риска попадают, как вы сами понимаете, дома, многоквартирные дома коридорного типа, которые ранее имели статус общежития. То есть, да, после случая Петрова и после совхозной неоднократно проводились мероприятия по контролю схожих по конструктивным особенностям многоквартирных домов. Но проблема заключается в том, что все-таки эти дома, как вы сами понимаете, коридорного типа, есть места общего пользования, умывальные, душевые, то есть там постирочные комнаты, да, и не всегда все-таки жильцы надлежащим образом, то есть относятся к этому общему имуществу, ну, с хорошей стороны. Потому что, сами понимаете, есть факт, все-таки организация самовольно устроенных душевых кабин, там, каких-то вспомогательных комнат, где происходит использование водой, но гидроизоляция, гидроизоляция никак не предусмотрена. То есть, получается, происходит намокание ограждающих конструкций, перекрытий, несущих, то есть основных элементов, в связи с чем, с неоднократным увлажнением, то есть происходит преждевременное разрушение, возникает деформация, и вот как факт мы имеем такие случаи. Держим на контроле, конечно, безусловно, все эти дома, то есть у нас и по улице Энгельса есть такие дома, там, Эльгельс-13, то есть на особом контроле держится, где тоже постоянно происходило увлажнение ограждающей стены, в связи с тем, что все-таки жильцами ненадлежащим образом, ну, вот, были факты. Я сам выезжал на этот квартирный дом, и когда заходил в умывальную комнату, там, то есть, жильцами, или просто там, ну, как сами понимаете, что не всегда жильцы проживают, а бывают наниматели этих, арендаторы этих помещений, то есть проводились, например, постирочные работы, и просто тазик брался с водой, то есть использованный, и просто опрокидывался на пол. То есть, понятное дело, что гидроизоляция, которая там была предусмотрена, сроки эксплуатации ее уже истекли, и водоприемная воронка, которая у нас на полном отверстии подусмотрена, она не справляется с таким объемом, то есть, конечно, происходит вот увлажнение дополнительное, то есть и кладка насыщается влагой, происходит разрешение, разрушение, вот, ну, и сами понимаете, что эти дома все-таки они у нас года постройки 70-80-е, и по кирпичной кладке уже и все равно факторы и выветривания швов происходят, и сейчас достаточно трудно определить, какого качества применялся цементный раствор. Ну и завершая нашу беседу, хочу спросить про перепланировку квартир. Насколько я знаю, все-таки на федеральном уровне планируется некоторое ужесточение в плане перепланировки, то, что доступ инспекторов должен быть упрощен в квартире, где, возможно, проводится какая-то перепланировка. Если жильцы не пускают инспектора для того, чтобы удостовериться, что перепланировка происходит закона, то и в судебном порядке будет срок рассмотрения меньше. Хотела бы спросить у вас, как вы считаете, нужны ли нам такие меры, да? И были ли все-таки у нас какие-то случаи, когда незаконная, несогласованная перепланировка привела к каким-то печальным последствиям в итоге? Ну, действительно, у нас с профильным комитетом в Госдуме уже были в втором чтении приняты поправки в внесение в жилищный кодекс, который предусматривает у нас ужесточение и возможность проведения контроля за незаконными перепланировками. Если раньше, как вы, наверное, знаете, то есть у нас по времени занимало рассмотрение искового требования о предоставлении доступа порядка двух месяцев, то сейчас суды должны будут рассмотреть данные требования в течение 10 дней и уже вынести соответствующие решения. Но таких существенных у нас аварийных ситуаций, которые связаны именно с перепланировкой помещения, у нас как бы не возникало. Да, у нас были случаи, когда в ходе проведения работ сами люди, которые осуществляли перепланировку, ну, пострадали, это даже были и смертельные случаи. Но в целом таких, чтобы вот разрушающих последствий нет. Ну, а так, факты проведения работ по перепланировке, которая, она у нас не согласована с органами самоправления, у нас все-таки есть, они систематически возникают. Выдаем предписание, привлекаем к административной ответственности, ну, предписание выдаем на предмет, либо согласовать, установлен в порядке данную перепланировку, либо перевести в первоначальное проектное состояние. То есть, если уже и предписание не исполняется, то уже выходим в суд о понуждении исполнения данного предписания. Ну, будем надеяться, что все-таки, конечно, никаких тяжелых последствий от перепланировки у нас и не будет, и жильцы будут все-таки как-то здраво подходить к вопросу переобустройства своего жилого помещения. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо.